А почему такое большое влияние, внимание, вернее, к этому уделяется? Но в этой жизни есть всегда, знаете, один такой маячок. Все, что не происходит, всегда он безукоризненно работает. Если ты не понимаешь, что происходит, ты должен понять, кому это выгодно и сколько это денег стоит. Потому что, ну, наш мир сейчас так устроен, что все, что не происходит, все крутится вокруг денег. Ну вот, и значит, мне кажется, это кому-то просто на руку продавать эти все флаги, устраивать какие-то там, не знаю, кто-то же платит за эти все гей-парады, там, все это в прессе. Потому что, видимо, это прибыль какая-то очень большая с этого всего происходит. Ну, так вот взять и распиарить там, как бы, тему, по сути, ну, такую настолько персонифицированную. То есть, дело каждого личного человека, как он проводит время, как, куда, он чего, как делает. Мне кажется, это вот как, я не знаю, перемывание полиции в полицию. Суть не меняется, но, представляете, сколько бабла нужно, там, даже наклеечки поменять на машинах, форму, там, бланки, документы. Это там, ух, совершенно такое вообще денежное какое-то движение происходит. Ну, просто такое освежение. Вот, и я думаю, что здесь тоже все это связано именно с каким-то способом зарабатывания бабла. То есть, какой он конкретно, опять же-таки, нужно просто понять это уже, залезть в интернет и посмотреть, кому это, как бы, интересно. А с моральной точки зрения, ну, я не знаю, все равно это там 0,002% таких людей на земле, которые, там, действительно, вот они имеют к этому непосредственное отношение, а, ну, все остальные люди, ну, для них это, ну, как-то, ну, что можно, что не можно, ну, какая разница? Ну, можно, ради бога. Мне это, что с этого, по-большому счету, если бы разрешили, мне разрешили, я, второе, бы жил так, как мне хочется, а не то, что мне кто-то там разрешил или не разрешил. Ну, никак это не повлияет на мою жизнь, там, или на чутую жизнь, ну, никоим образом. То есть, вот и все. Поэтому я думаю, что это, опять, в какую-то сторону бабла, кто-то, наверное, двигается очень так уверенным шагом. Ну, то есть, это никак не влияет, там, да, на демографические какие-то темы, на какие-то... Да, ну, конечно, это маленький очень процент, и, то есть, ну, оно всегда было, есть и будет, и от того, что разрешили это или не разрешили, оно никуда не денется. Вот и все. А то, что это вот просто, как бы, шоу-программа, это просто, как бы, денежный вопрос. Демография тоже никаким образом. Демография – это другие вещи. Демография – это водка, табак влияет очень сильно. Это кока-колу, которую ты пьешь, там, ну, вот эти вот, как бы, в любой пище просто надо всем смотреть. Ведь безумное количество ядов в лице, красителей, усилителей вкуса, там, бла-бла-бла-бла и все такое, консервантов. Вот что, как бы, демографическую, как бы, ситуацию очень сильно ухудшает. А это, ну, это уводит, там, может быть, внимание какое-то, вот, действительно, это каких-то реальных проблем. Воду, которую мы пьем, там, еда, которую мы едим, просто уровень моральной жизни, материальной жизни – вот эти вещи влияют на демографию. Если у меня большой дом, там, допустим, 500 метров, 355 комнат, так и нарожают, там, детей. А бесконечно пока мне рожают. А если у меня какая-нибудь клетушка, и мне одного ребенка поднять не на что, и, я не знаю, там, мне в школу никуда ничего не устроить, а у меня еще 25, представляете, вот, как бы, это влияет очень сильно, мне кажется, на демографию. Вот, ну, с другой стороны, вот, как бы, на Востоке, там, они вообще их рожают пачками, не имея ничего, да? Да, потому что у них мусульман, они не пьют, не курят, у них нельзя ничего это делать. Они здоровые люди, поэтому у них в большом количестве дети рожают, все верно, да. Поэтому вот самое худшее – это то, что надо перестать себя уничтожать, и тогда демография у нас наладится.